Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Ну что ж, коробка. И, конечно же, понятно, что будем распаковывать. Что мы будем распаковывать сегодня? Это фиалки. Вот сколько я уже себя уговаривала и просила, что может Юля хватит, может уже не надо. Но оно какое-то вот это вот такое состояние осеннее, когда начинаешь смотреть каталоги новенького чего-то. Когда начинаешь смотреть, а что же там, а как же там. Ну, в общем-то, я, как всегда, не смогла удержаться. И я уже с этим смирилась, со своим таким вот полным отсутствием тормозов в плане фиалки. И все. Вот не ходила я целое лето, никуда не смотрела, ничего не видела. Я уже, думаю, пускай позацветают те, что остались, но те, что у меня есть, да, хотела вот довести до толку. Все, что у меня такие планы были грандиозные. Ну, и вот дернула меня к осени, да. Вот уже у нас похолодало. Эта коробка, посылка была передана поездом. Свинницы от Елены Лебецкой, с ее первых рук. Здесь и сеянцы я заказывала, и заказывала я сорта, и новые сорта. В общем, всего куча. И, конечно же, я вот так вот посмотрела, и все мне надо, и то мне надо, и то хочу, и все хочу. В общем, короче, опять попала. Ну что ж, давайте посмотрим с вами, на что же я попала. Это вот сеянцы, скорее всего. Я попросила Лене, чтобы она мне передала менюхи. Хочу. Потому что у Елены Лебецкой классная мини. Это я покупала тот раз мини, это сеянцы. Классные анютки, вот такие розовенькие. Очень красивая листва, герл, пестролистная розовая. Так, а это вот такое вот чудо, фантазийное, зацвело пестролистная розетка полуминь. Это у меня не лето. Это я вот вам показывала. Коробочку, когда я открывала, да, вот они такие классные, сейчас цветут. Вот, да вот, Леночка отказалась. Потому что, ну, простая нютка, некрасивая. Ну, как бы, ничего особенного, на взгляд селекционера, не представляет. Ну, мне нравится, она классная. Она все лето у меня цвела на подоконнике, вот. Вся в цветах, в цветах, в цветах. И вот это вот все держится красиво таким вот веночком. Ну, вы сами видите, какие они классные. Как бы, вот отказаться я бы не смогла. Потому что это селекционер, конечно. Это очень сложная задача селекционера. Выбрать то, что действительно, да, понравится, будет идти. Это очень сложно. Вырастить, три года потратить на выращивание фиалки. Вот такой. И просто взять и сказать, ну, это не сорт. Ну, ну, красивая, классная. Смотрите, какой коралловый красивый цвет. Розеточка пистолистная. Ой, ну, красота. Ну, маленькая, компактненькая. Лена, конечно, мастер своего дела. Выращивает она очень красиво. Ну, в принципе, с ее рук у меня, я вот уже показала, да, еще раз покажу. Что с рук Елены Лебецкой, вот, я не пересаживала ничего. Прошло, ну, полгода, да, даже больше. И растения живые, растут красивые, классные, цветут. Ну, ничего с ними не произошло. Произошло только то, что они растут, развиваются и дальше радуют. Понимаете? Поэтому я у Лены заказываю. У нас с ней руки подходят друг к другу. Как я говорю, рука подошла. Ну, конечно же, я и заглянула к Лене на новинки. Сейчас там у нас проблемы с одноклассниками. Вот, это тоже вот. Вот, 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 менюха. Вот в самом расцвете вот она собирается зацветать. Будет шапочка таких, Анют, очень красиво. Так, значит, у нас там проблемы с одноклассниками. Елена говорит, что она не может туда зайти. Поэтому, если вы хотите увидеть те сорта, которые Елена Лебецкая новинки хочет представить на следующий год, 18-й, я дам ссылку под видео. Ой, красавица. Дам ссылку под видео, так, и ссылку на ее ролик, где в Доме фиалки она представляла свои. Сорта, которые будут в следующем году. Так, и ссылку с фотографиями там в Доме фиалки, тоже на своей страничке опубликовала. Захотите, под видео ссылка, зайдите, посмотрите на то, что селекционер представляет в следующем году. Ну, разговаривала, что невозможно все, все емцы поставить в сорта. Физически невозможно. Ну, это понятно, это я понимаю, поэтому... Ну, будем выращивать себе в радость, в удовольствие. Красивые, красивые розетки, классно выращенные. Так, это все сеянцы. Теперь давайте посмотрим, что же я тут прибарахлилась. Потому что у меня тут еще и новинки были. Так, значит, вот детка. Вот, да, видно детку, какая детка. Но, чтобы не было у вас никаких таких вот, да, что там листьев, мало ли, все. Лена формирует детки. Она когда отсылает, она уже там снимает нижние листочки. Потому что по размеру самого листа видно, что детка подрощена. Как бы, если вы возьмете детку с детскими листочками и снимете ее, сформируете розеточку, вот она у вас будет вот так вот выглядеть. Как бы, меня устраивалось все нормально. Я же говорю, что с Ленаных рук у меня только по моей вине пропадали фиалки. Ну, немного, это был просто там один единственный случай, когда... Ну, просто немножко я его пропустила. Вот эта деточка РМ розовая волна. Конечно, мне страшно представить, что будет, когда это все зацветет в коробке. Ну, место... Ну, ничего, место найдем. Ну, я всегда говорю, знаете как, была бы фиалка, а место найдется. Поэтому это АВ Экстаз. То же самое, деточка, жирненькие листочки. Значит, смотрите, вот я вот у Лены взяла детки. И уже вот в таком этапе я буду снимать вот один листочек, вот этот я от нее отломаю. Очень сильно извинюсь, скажу, дорогая моя, прости меня, но так надо. Потому что я всегда себе в резерв ставлю листики. Я собираюсь снять видео, вот как сохранить сорт, что нужно сделать, чтобы сохранить сорт. Вот самое важное, вот когда вы покупаете листики, детки и так далее. В основном детки, да, или взрослые, или стартеры. Обязательно нужно снимать пару листочков. Ну, с детки два не снимешь, потому что она маленькая. Значит, снимаем один листочек, ставим укореняться. И когда он укореняется, деточка подрастает. Мы еще один снимаем. И так потихоньку, пока деточка растет, у нас с вами укореняются листочки. И есть запас на том, что сорт у вас сохранится. Ну, это я, такая белочка. Потому что я все-таки очень, очень, очень хочу, чтобы сорта сохранялись. Мне даже всегда такое счастье. Ой, боже мой, Honey Blue Angel. Ой, они такая масюнечка маленькая. Это менюха. Какое оно масенькое. Какая красота. Все, я... Ну, я думаю, подсела я на мини, понимаете. Вот эти мини, оно такое вот, оно вроде... И за ними ходишь, и они так раз-два, они так быстро зацветают мини в сорта. Так. Ну, что ж, будем разворачивать все. Ну, я дам под видео ссылки на Ленины. Так. Авеля Гушонок. Я дам под ссылку на Ленины все контакты. Лучше всего это заходить к ней на сайт. Там есть и телефоны, и есть почта, как связаться. Я, Леня, в основном пишу почтой. Мы вот через электронную почту связываемся, списываемся. Потому что я прекрасно понимаю, что человек очень занят и на выставке, и в Москву ездит, и везде мотается. Потому что у него, ну, работа такая. Вот. И нужно показывать, рассказывать. ПТ... ПТ Елизавета. ПТ Елизавета. Опять же, повторюсь, по... Опять же, повторюсь, детки по размеру листьев достаточно крупные. Листики все ровненькие, все чистенькие, все живенькие, здоровенькие. Просто красота. Красота и да и только. Вот как упаковывается. Вот вы сейчас смотрите, думаете, ну, хорошо, что же за упаковка. Вот это упаковка для передачи поездом автобуса. Не надо никаких... Ничего не надо. Просто запаковали, ну, чтобы оно не болталось. И поехали. Вот это мы передаем такие детки, такие растения поездам. И очень хорошо получается у нас доставка. Такая уже подрощенная, крупненькая. Ека чудесная... А, Ека небесное создание. Ну, вы знаете, у меня вот просто... Я смотрела, у меня вроде много фиалок, и много зацвело, и много процвело, и много всего. Но все равно я не смогла отказаться от этих сортов. Я посмотрела и увидела, что я хочу. Деточку. Вот с этой деточки буду снимать, вот, скорее всего, два, то и три листа. И буду ставить укореняться. Но все равно, ну, вот, когда снимаются листики с деток, они немножко вот зацветают. Ну, как? Ну, чуть-чуть позже. Не намного позже. Буквально чуть-чуть, там, ну, может, месяц. Понимаете? И, ну, уже уверенность в том, что у вас сорт останется. От того, жарко, не холодно, потому что вот летом очень часто пропадают. Да и осенью. Так. Пурпурный мираж люкс. Вот какой он. Классный. Ой, надо сохранять. Сохранять, постараться вырастить. Ну, вот этой тоже вот я буду снимать один листочек. Опять извиняться. Ну, ну, надо, потому что я уже, уже опыт есть в том, что бывает у меня такое, что я могу и, ну, пересушить и пропустить. Я больше всего не заливаю. Я больше всего просто, ну, бывает, что не сильно, не сильно часто поливаю. И могу пропустить какую-то розеточку, когда она стоит рядом со всеми. Так. ПТ Катерина. Тоже классная детка. Шикарно выглядит. Будем выращивать, сохранять сорта. Ну, в общем, я не буду вас утомлять дальше разворачивать это все. Конечно, мне хотелось бы вам похвастаться всем этим разнообразием. Л.Е. Тристан. Тристан, конечно, я с ним пытаюсь, наверное, уже второй год подружиться. Ну, брала я не у Лены раньше. Я брала у другого коллекционера. Мне даже, вот, девочка давала, мы менялись вот тоже там, ну, из двух рук. Но они не получились. Надеюсь, что вот от Лены их получится. Потому что Тристан у нее редко появляется. А это появился. В списке вот такие классные детки. Вот. Вот такие классные. Видно, да, девочки? Видно, какие красивые, здоровые деточки. Какие красивые, здоровые листочки. Все у них в порядке. Корневая тоже классная. Вот она уже начинает осваивать горшочек. Елена не делает дренажных отверстий. Как и многие селекционеры, многие коллекционеры. Просто она уже знает режим и метод полива. Также она не кладет ни дренаж, ни пенопласт, ничего. Я под видео дам ссылку состав почвы, который делает Лена так. В принципе, я делаю проще. Просто перлит, вермикулит и торф. И все. Это вот я так делаю. Ну, у Лены более сложный состав почвы. И, в принципе, растение очень красивое. Растут красивые менюхи, сеянцы. Как показывала, такие классные повырастали у меня и позацветали сеянцы. Тоже полгода. То есть, вот эта красавица у нас станет вот такой. Ну, буду стараться сохранить. Буду стараться размножить. Потому что сорта очень красивые я набрала. Такие, которые просто... Ну, я не смогла отказаться. И, в принципе, понимая, что в развитии, в движении есть развитие. То есть, как бы нельзя остановиться на достигнутом. Передаются поездом. Прекрасно доезжают. Вот мы поставим, как Лена их поставила. Я распаковала. Вот перед вами несколько розеток и деточки. И они выглядят, как будто бы их вот только сняли с полки. Красиво. Ничего не сломалось. Все доехало. Никто эти коробки не бросал, не переставлял. Вот как его поставили в поезде. Проводник поставил в то место, где он ставил все посылки. Так вот оно прекрасно, прекрасно доехало. Так что, очень хороший и метод пересылки поездом. Конечно, так что поездом в очередной раз я убеждаю, что посылки хорошо и классно доезжают. Очень довольна, красиво. Буду вас держать в курсе событий, как мы будем расти, развиваться, зацветать. Если у вас будут вопросы, задавайте их, пожалуйста. Пишите в комментариях. И тут ссылки на контакты Елены Лебецкой в комментариях. И в описании к видео. Спасибо за просмотр. Удачного дня, красивых цветов, пышного цветения, хорошего настроения. До свидания.